Вести дежурная часть готова подвести итоги недели. В студии Андрей Шостов. Здравствуйте. В полицию поступило сообщение от граждан о том, что в одном из магазинов на улице Крупской областного центра с нарушениями реализуется алкогольная продукция. Информация нашла подтверждение. Бутылка пива была продана в 9 утра, тогда как в соответствии с действующими в регионе ограничениями это можно делать лишь с 10 утра. В отношении продавца и предпринимателя составлены административные материалы, которые будут направлены на рассмотрение мировому судья. Алкогольная продукция, 365 литров на сумму около 30 тысяч рублей, была изъята. Данный факт является не единичным. Буквально вчера у данного же индивидуального предпринимателя в другой торговой точке также была изъята алкогольная продукция, находящаяся вне законного оборота. Добавим, что обо всех нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции можно анонимно сообщить по телефону доверия УМВД 589-777. Начальник регионального управления МВД провел традиционный ежеквартальный рейд по улицам областного центра, чтобы проверить соблюдение антиалкогольного законодательства. На этот раз к генералу Солодовникову присоединились губернатор Никита Белых и глава города Кирова Владимир Быков. Появление высоких гостей немало удивило посетителей кафе на улице Молодой Гвардии. До принятия постановления правительства области о перепрофилировании рюмочных здесь была закусочная, в которой за полгода зарегистрировали 31 правонарушение. Генерал, губернатор и глава города осмотрели обновленное помещение и пообщались с посетителями, среди которых, к слову, были исключительно благополучные семьи. Сегодня день рождения у внучки. Затем Сергей Солодовников, Никита Белых и Владимир Быков в районе ЦУМа пообщались с спешим патрулем. Начальник ОМВД рекомендовал дружинникам не просто ходить по маршруту сторонними зрителями, а больше разговаривать с гражданами и вникать в их проблемы. Очередным пунктом проверки стал магазин цветов на улице Попова. До перепрофилирования здесь также была закусочная. Продавцы цветов сообщили, что бизнес процветает, а бывшая клиентура не заглядывает. Тех же, кто заглянул в салон за ВИАПи персонами, ждал сюрприз. Подходите сюда, потому что мы цветы раздаем. Давайте, давайте. Держите. Так, отдали? Остальные розыгрызные дешникам с поручением, как вручить проходящим дамам. Давайте. Себе не позволяйте. Последним проверенным заведением стало кафе на улице Воровского. Высоких гостей с надеждой ждали жильцы дома, в котором это кафе находится. Мы сейчас с людьми встречались, они говорят, закройте, пожалуйста, эту закусочку. Мы говорим, это не закусочная, это кафе. Они говорят, мы разницы не видим. Вот колорит вашего ресторана, вашего кафе. Мы таких не обслуживаем вообще. Не только что я сказала, чтобы они... Нет, вы их не обслуживаете, но... Да, вы вообще не обслуживаете. Такие капризы. Люди с работы пришли, покушать хотят. Они вообще не обслуживают. Значит, сейчас опечатать, изъять весь товар на экспертизу, опечатать, провести экспертизу. Мы вас закроем и будем закрывать вас постоянно, пока вы не подумаете, как вам жить дальше. Перепрофилируйте, создавайте здесь цветочные магазины, создавайте, так сказать, аптечные киоски, все что угодно. Но кафе здесь быть не должно. Это не условие для кафе. К радости жильцов дома заведение было закрыто в этот же вечер. С сотрудниками полиции изъято около двух тонн алкоголя. Господа, значит, выводите. Все, идите домой. Следующий VIP-рейд запланирован на зиму. Светлана Вертелецкая при содействии Пресс-службы ОМВД по Кировской области. Прокуратура города Кирова направила в суд уголовное дело о злоупотреблениях в сфере ЖКХ. В хищении крупной денежной суммы обвиняется Владимир Ширшиков, директор управляющей компании «Горжилкомплекс». Он обвиняется в том, что в период с января 2011 года по октябрь 2012 года получил от населения денежные средства в размере 12 миллионов рублей в качестве оплаты за отопление горячего водоснабжения, которую в последующем он должен был перечислить теплоснабжающей компанией КТК в счет оплаченных потребленных населением коммунальных ресурсов. Однако им было перечислено порядка 6 миллионов рублей, а оставшаяся часть была потрачена на иные нужды, в том числе на нужды возглавляемой управляющей компании. Куда исчезли 3 с лишним миллиона рублей, пока неизвестно. За эту сумму обвиняемый до сих пор не отчитался и никаких оправдательных документов не предоставил. В случае признания Ширшикова виновным ему грозит до 4 лет лишения свободы. За занятие проституцией к административной ответственности была привлечена одна из сотрудниц массажного салона в переулке Копанском города Кирова. Сообщение о том, что в заведении под видом расслабляющего массажа оказываются услуги интимного характера, поступило в полицию от бдительных граждан. В ходе проверки информация подтвердилась. Сотрудниками полиции был изъят в данном заведении видеорегистратор, на который производилась съемка с камер видеонаблюдения, расположенной в данном заведении, а также журнал учета посетителей, согласно которого за непродолжительный период времени, это примерно с начала весны этого года, услугами заведения воспользовались около 500 кировчан. Согласно договорам, найденных в данном заведении, работало 11 девушек и двое мужчин. Девушкам из салона вменяется незаконное предпринимательство. В настоящее время судья готовится рассмотреть материал в отношении еще одной сотрудницы салона по статье «Занятие проституцией». И решается вопрос о привлечении к ответственности организаторов данного вида услуг. Добавим, что о фактах оказания интимных услуг за плату граждане могут сообщить по телефону доверия УМВД 589-777. Соблюдая ПДД, не окажешься в беде. Под таким девизом в Вятских полянах состоялся традиционный турнир по футболу среди образовательных учреждений. Он регулярно проводится в рамках всероссийского проекта «Минифутбол в школу». Но впервые турниром был разыгран еще и кубок отделения ГИБДД. Команде напротив «Искульт» привет! Дорожные знаки на ограждении футбольного поля, памятные вымпелы от ГИБДД, служили напоминанием юным игрокам о том, что на дороге, как и в спорте, есть свои правила. Нарушать их значит рисковать своей жизнью. Сама цель-то – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Большое количество детей на этом турнире участвует, порядка 200 человек. Вот так вот собрать детей, обратиться еще раз с призывом на соблюдение правил дорожного движения. То есть и детям приятно, что турнир проводится. И нам тоже как бы на пользу еще раз детям объяснить и рассказать, что правила дорожного движения – это не пустяк, что соблюдать эти правила нужно. Поддержка ГИБДД повысила состязательный уровень соревнований. Каждая из четырех школ-участниц выставила по четыре разновозрастные команды. В итоге победитель первого городского этапа проекта «Минифутбол в школу» примет участие в зональном, а повезет и в областном турнире. Лучшие игроки, нападающие вратари и команды-победительницы первого городского этапа турнира по футболу среди образовательных учреждений в рамках всероссийского проекта «Минифутбол в школу» были награждены грамотами, призами и кубками от отделения ГИБДД города Вятские Поляны. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область. На этом все. Берегите себя и своих близких. Удачи и до встречи на телеканалах России. Редактор субтитров А.Семкин